Мы сегодня видим, год назад мы подписали первую декларацию об объединении оппозиции, антивоенная оппозиция. За этот год к антивоенному комитету присоединилось огромное количество диаспор по всему миру, которые против войны. Это очень важно. И мы видим огромную разницу между теми диаспорами, которые были, старо уехавших, и теми диаспорами, которые сейчас приехали. Это люди, которые не просто хотят выжить там или устроиться, или убежать. Это люди, которые хотят знать, которые хотят общаться. Которые хотят в том числе сохранять русский язык, русскую культуру. И которые хотят что-то делать. Они хотят разобраться в ситуации, чтобы войн больше в мире не было. И это, на мой взгляд, безумно важно. Это какой-то новый толчок. Потому что всегда ходили слухи, что все диаспоры объединяются. Украинские, еврейские, латышские. А вот русских диаспор, как активных таких членов обществ, их не образуется. Так вот, скорее всего, мы перешли в новый этап. И теперь есть русскоязычные диаспоры. Они не обязательно мононациональные. Они могут многонациональными быть. Но они основываются на русском языке, русской культуре. На попытке разобраться. А вообще, вот эта попытка разобраться. И вот эта вина наша за то, что приказ начать войну был отдан на русском языке. Мы ее очень сильно ощутили. И она дала нам толчок к познанию проблем. Вот опять же, не только за кусок колбасы, а чтобы в мире больше такого не было, чтобы подобный приказ был отдан еще раз на русском языке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова